Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационно-просветительская передача «Свет миру». Казанская икона Пресвятой Богородицы является одной из самых почитаемых в России. 4 ноября Высокопреосвященнейший Арсений Митрополит Липецкий и Задонский возглавил празднование в честь этого чудотворного образа. Подробнее об этом и других событиях минувшей недели смотрите в рубрике «Епархиальные вести». 4 ноября Казанский храм города Грязи отметил свой престольный праздник. Современная, на первый взгляд, церковь, расписанная в византийском стиле, на самом деле уже почти два века собирает под своими сводами прихожан. Первые упоминания о храме в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы в селе Товолжанка, ныне это часть нашего города Грязи, относятся к 17 веку. Здесь был деревянный храм в честь Казанской иконы. В 1848 году был построен нынешний каменный храм. Он просуществовал до 1935 года, когда храм был закрыт и почти полностью разрушен. С 1989 года его первым настоятелем стал протеерей Алексей Богодеев, который и восстановил полностью этот храм. В честь престольного торжества Высокопреосвященнейший Арсений, митрополит Липецкий и Задонский, совершил в Казанском храме Божественную Литургию. Правящему архиерею сослужили благочинные храмов Грязинского церковного округа, настоятель прихода протеерей Георгий Гастерин и клирики Липецкой епархии. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Гладычицу Нашу Богородицу и Престадеву Марию, Со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, И весь живот наш Христу Богу предадим. И Господи! Честование казанского образа имеет общую историю с государственным праздником народного единства. В 1612 году, в период смутного времени, наша страна подвергалась нападениям поляков, грабивших и сжигавших храмы и города. По призыву святейшего патриарха Ермогена, Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский сформировали народное ополчение. Обратившись с молитвы к чудотворному образу Божьей Матери, присланному из Казани, русский народ защитил свою родину. В честь престольного праздника казанского прихода верующие совершили чин молебного пения и прошли вокруг храма крестным ходом, к которому по традиции присоединились богомольцы из других церквей города Грязи. Пресвятая Богородица, спаси нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! По окончании богослужения Владыка Арсений поздравил священнослужителей и мирян с праздником Пресвятой Богородицы и Днем Народного Единства. Если мы являемся потомками таких замечательных мужей и жен нашего Отечества, которые, может быть, не от сильных мира сего, а из простолюдин человеческих, смогли зажечь вот такой сильный огонь, который смог возгореться как пламя и захватить всех жителей нашего Отечества, которые поднялись на борьбу с иноземным захватчиком. И помните, мы наследники тех и должны дорожить памятью тех отцов мужей и жен нашего Отечества, которые в прежние века стояли за Святую Русь, за Святое Отечество. И если бы они не стояли, то и мы сегодня бы не были православными, не создавали бы те ценности и не шли бы тем путем, который дает возможность каждому из нас достигнуть того царства, в котором нет ни печали, ни воздыхания, но жизнь вечная. Покровительствуя русскому народу, Пречистая Богородица веками даровала свою благодать через многочисленные чудотворные списки казанского образа. К этому лику обращают взоры в бедах, болезнях и тяготах, что сделало образ одним из самых почитаемых в Русской Православной Церкви. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 2 ноября в Рождество Богородицком мужском монастыре города Задонска состоялось архиерейское богослужение в Димитрийскую родительскую субботу. За божественные ритургии в Владимирском соборе при освященной архиереи, насельники и прихожане обители усердно молили Господа о милости ко всем почившим православным христианам. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Родительская суббота, именуемая Димитриевской, является ближайшей субботой перед Днем памяти святого великомучника Димитрия Солунского. Она была установлена после Куликовской битвы, на которой за Отечество погибло более 250 тысяч русских воинов. Так семьи почтили павших отцов и братьев за упокойным богослужением, которое со временем стало ежегодным Вселенским Днем поминовения усопших. Сейчас мы поминаем не только павших воинов, но и наших родителей, наших усопших сродников, потому что они нуждаются в наших молитвах. Они нуждаются в наших молитвах больше, чем в живых. Живые могут пойти, покаяться, поисповедоваться, причаститься, изменить свою жизнь, приобрести мир с Богом. Усопшие уже этого решены. Они с чем ушли из этой жизни, тем у них и есть. И мы, только мы, живые здесь, на земле, можем им помочь, изменить их участь на лучшую. Любовь, которую нам завещал Спаситель, должна распространяться не только на наших родных и друзей, но и на всех тех, кто нуждается в нашей молитвенной помощи. Поэтому в дни особого упоминовения усопших верующие молятся обо всех от века скончавшихся братьях и сестрах по вере, и особенно за тех, кто не был напутствован в жизнь вечной молитвами Церкви. Песня. По завершении богослужения Преосвященнейший Ефимий обратился к прихожанам с проповедью, в которой призвал не оставлять молитв как об усопших, так и о живых. Наша жизнь мемотечна, быстро протекает. Это, наверное, в детстве время тянется, но когда мы уже становимся более зрелыми, мы видим, как время летит, и его не остановишь. Будем же, дорогие братья, помнить не только о усопших, но помнить и о самих себе, о своей собственной душе. И ради чего мы собираемся в храме для молитвы, чтобы задуматься, помолиться Богу и о себе, и о близких, и о живых, и усопших. Заупокойные богослужения помогают христианам помнить, что души почивших родных и близких не нуждаются в памятниках и торжественных церемониях. Главная помощь для отошедших к Господу сродников – это наши молитвы и добрые дела, совершаемые в память о них. Храм святителя Николая села Дворечки Грязинского района имеет удивительную историю. Пережив, как и многие, храмы богоборческий период, он ни разу не был закрыт благодаря своим прихожанам. Подробнее смотрите в рубрике «Благовестники». При фьесте в село Дворечки открывается необыкновенный, красивый вид на Никольскую церковь. Построенная в 1811 году на средства прихожан, она является памятником истории и культуры XIX века. Храм удивляет не только своей красотой, но и большими размерами. С 2004 года его приход возглавляет протерей Виктор Долгов. Когда увидел этот храм, трепет и восторг от того, какой огромный. Все-таки храм, большой храм, красивый. Когда я первый раз зашел сюда, в храм, конечно, впечатлений не передать. Очень мне понравилась и роспись в храме, и вообще, иконостас вообще весь в храм вкупе. Очень, скажем так, он был уже на тот момент красивый, убранный храм. Церковь святителя Николая была закрыта в 1935 году на короткое время. Верующие люди сохранили ее от поруганий, поэтому на сегодняшний день она существует в своем первозданном виде, о чем говорят храмовые иконы, лиги которых потемнели только от времени. На протяжении многих лет с большой заботой прихожане украшали дом Божий. Несколько образов были доставлены сюда специально со святой горы Афон. Конечно, так подумать, да, люди с Афона на руках, наверное, на повозках эту икону доставляли вот тогда, да. Сейчас тогда не было ни машин, все это было, конечно, тяжело, но вот вера, такой вот силу, такой заряд людям придавала, что люди огромную такую, не маленькую какую-то иконку, да, привезли. Еще одна икона, я говорил о ней, тоже принесена она с Афона, как и икона великомощника Пантелимона. Люди, прихожане всегда молятся перед этими иконами, всегда стараются подойти, облабызать их, поцеловать, подойти, попросить у Господа Бога. До наших времен сохранился и центральный иконостас. Он был выполнен вручную и сейчас представляет собой особую ценность Никольской церкви. За время моего служения сюда приезжали люди из Москвы. Они занимались, занимаются именно тем, что делают резные иконостасы. И здесь они были уже не первый раз, и когда они сюда приезжают, вот всегда мне говорят, батюшка, храните иконостасы. Таких иконостасов можно их посчитать по пальцам. У нас на Руси, которые дошли вот с тех времен, чтобы посмотреть технологию, как же делалось. Потому что технология очень интересная. Мы здесь некоторые элементы снимали. И действительно, диву даешься, насколько ума, терпения у ремесленников того времени хватало, чтобы вот такую красоту сделать. Храм уцелевший в советский период стал местом духовного утешения не только для жителей дворечек, но и с соседних сел. Сюда на воскресные дни и большие церковные праздники съезжалось большое количество верующих из разных уголков Липецкой области. Всегда он служил. Вот в пощупке там закрывались, а у нас всегда служили. У нас к нам приезжали из Солшек, из Хуторово, из Семиколейного. Все у нас, у нас храм полный был в те времена. Вот и мы, конечно, тоже ходили с своим родителями. Ну, мы в школу начальных классов вот мы ходили. Вот. Ну, я до седьмого класса здесь ходила. Потом мы уже в Липецку ехали. Вот. Ну, гонений было в то время. Потому что были активисты такие специальные. Они приходили, там нас плавливали, мы все равно с родителями все равно прятались. Вот. Вот такое вот было. Самое любимое, например, для меня был праздник – это преображение. Почему? 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 Потому что сюда привозили, приезжали со всех сел. Приезжали яблоки, привозили. Как зайдешь в церковь, а здесь пахло все такое, как в саду, как в саду. Поэтому здесь очень было народ. Одним из необычных событий истории села стал следующий случай. В 1934 году после закрытия Христо-Рождественского кафедрального собора хранившаяся в нем чтимая икона Божией Матери Страстная была утеряна. Но вскоре чудным образом двуреченцы обнаружили образ плывущим по реке Воронеж. Так, имея глубокую веру, жители села Милостью Божией сподобились стать свидетелями этого чуда. Так как икона долгое время находилась в воде, то немножко пришла в негодность. Поэтому жители села Дворечек сшили ей ризу из бархата. Как могли, значит, украсили ее. И вот до 2000 года эта икона пребывала здесь, в нашем храме. А в 2000 году, 30 июля, митрополит Мефодий Воронежский и Липецкий, возглавляя крестный ход, икона была перенесена из нашего храма в собор. По словам отца Виктора, главным украшением Никольской церкви являются ее прихожане, которые не только сохранили храм невредимым, но за многие годы не угасили лампаду веры, бережно подогревая ее любовью к Богу. Вера в Бога, любовь к церкви в сердцах жителей этого села, она есть и сохранилась. Я так думаю, конечно же, стараниями тех священников, которые служили здесь до меня. А храм, видите, он всего лишь закрывался на несколько лет в советские годы. То есть служба здесь всегда шла, и сейчас уже пожилые люди, они сюда ходили с малых лет и всегда приобщались и к таинствам церковным, и всегда помнили о Боге, то есть приходили сюда на молитву. В рубрике «Тебе поем» смотрите концертный номер Светланы Копыловой. Мы с тобой еще дети. Мы с тобой еще дети, хоть родители сами, Потому что на свете живет наша мама, И пускай посидела у нас голова. Мы с тобой еще дети, если мама жива. Мы с тобой еще дети, если мама жива. Мама добрый наш ангел, все ей свыше открыта, И она наши раны врачу ей молитвы. И хоть мы забывали, но порой позвонить, Если мама жива, есть кому нас любить. Если мама жива, есть кому нас любить. Пуповиной незримой мы с ней связаны крепко, Только неумолимым годам человека, Трудно даже подумать, ее потерять. Если некому будет меня дочкой назвать, Если некому будет меня сыном назвать, А пока что мы дети, хоть родители сами, Потому что на свете живет наша мама, Все она нам прощает и все нам опять. Слава Богу за счастье, что она среди нас. Слава Богу за счастье, что она среди нас. Мы завершаем нашу передачу Словами преподобного Силуана Афонского. Нет сил описать, как много любит нас Господь. Духом святым познается сия любовь, И душа молящегося знает Духа Святаго. Мы прощаемся с вами ровно на неделю. Ангела вам Хранителя.